Заработать на интернет покупках в Китае очень просто. Кэшбэк сервис Letyshops.ru Более 960 интернет магазинов и удобный интерфейс. Перейди по ссылке и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Привет всем, рад вас видеть на моем канале Sunshine China. Сегодня мы продолжим долгожданную сборку нашего квадрокоптера F450. Как видите на столе уже имеются все комплектующие к его сборке. В прошлом видео, кто не смотрел, мы собирали раму квадрокоптера, также мы монтировали двигатели, регуляторы оборотов. Эти видео вы сможете найти на моем канале. Сборка квадрокоптера будет у нас на базе рамы F450, еще ее называют рептилия. Внешний вид этой рамы очень привлекательный. Эта рама по цене довольно-таки бюджетная. Сможете ее купить на Алиэкспрессе, либо на Бенгуде. Эта рама не является оригинальной, это реприка клон другой рамы. Если поломаются лучи квадрокоптера при краше, либо в каких-нибудь непредвиденных ситуациях, их всегда можно купить дополнительно и заменить. Ну и теперь приступим давайте к обзору всех компонентов, деталей для постройки нашего квадрокоптера, который вы видите сейчас на столе. Ну и начнем мы с аккумуляторов, которые мы будем использовать для квадрокоптера временно. Это у нас на 4000 мА, у нас 4С и 3С на 3500 мА. Время полета где-то должно составить минут 15 на этих аккумуляторах. Для длительных полетов минут на 30, нужный аккумулятор приблизительно 7-8000 мА часов. Это мы в будущем будем планировать такую установку. Ну а пока тесты будем проводить на этих аккумуляторах. Следующая у нас это аппаратура FlySky. Обзор этой аппаратуры вы сможете найти на моем канале. У этой аппаратуры довольно-таки приятный внешний вид, как видите, она без антенн. Это 10-канальная аппаратура, также по бокам есть крутилки для поворота камеры. На Алиэкспрессе вы сможете купить приблизительно где-то за 60-70 долларов. Минусом этой аппаратуры является то, что есть встроены 4 пальчиковые батарейки и все. Но при хорошем желании можно доработать и встроить какой-нибудь аккумулятор на 2С либо 3С вовнутрь. И также большой плюс в этой аппаратуре, так как здесь сенсорный экран и то, что оно поддерживает S-BUS, то есть цифровую передачу сигнала. Следующие у нас это будут пропеллеры. У меня их тут целые комплекты. Купил я 3 разных типа пропеллеров и разных размеров. Первый тип пропеллера, они у меня черные. Это самый большой размер у меня на 11,5. Ну и вторые белые самозакручивающие. Это у нас размер 10,5. Все эти пропеллеры бюджетные. Ну и третий комплект пропеллеров, которые у меня являются самыми маленькими. Размер их 9 на 45. Для самого большего пропеллера мы будем использовать батарею на 3С. Ну а остальные будем использовать 4С. Все эти пропеллеры обязательно нужно балансировать, так как они приходят в дисбалансе. Следующий нам будет нужен кабель. У меня это довольно-таки толстый кабель на 12 АВГ, но я советую всем брать на 16. Длина его 1 метр, красный и черный. Следующее, что нам понадобится, это двусторонняя липучая лента. Также прикупил коннекторов XT60, возможно они пригодятся. Следующее у нас это понижающие напряжения, вот такие вот две детальки на 5 вольт понижения и до 12 вольт. Точно пригодятся они мне или нет, но на всякий случай я купил их. Следующее у нас это 10-канальный приемник с выходом S-BUS. S-BUS у нас сверху. Длинные у него антенны. А следующие у нас детали это для передатчика, вот такие вот переходники для того, чтобы вывести антенны наружу. Ну и в дальнейшем, чтобы подключить к нему какой-нибудь бустер, чтобы квадрокоптер мог улететь там, например, на 10 километров. Это у нас деталька тоже для понижения напряжения, но в нем еще можно и регулировать это понижающее напряжение. Следующее у нас это адаптер питания для нашего полетного контроллера, который у нас будет показывать также и напряжение аккумулятора в полете. Следующая важная вещь для квадрокоптера это балансир самих лопастей, довольно-таки обязательная штука. Дальше у нас идет телеметрия на 433 МГц и на 500 мВ мощностью, чтобы нам хватило примерно на 3 километра, может и дальше. Такое устройство можно подключать к компьютеру, также к телефону. Телеметрия облегчит настройки самого квадрокоптера, также можно будет управлять с помощью телеметрии без пульта управления. Ну и в комплекте у нас идет сам ОТГ шнур для телефона, две антенки и передающая и принимающая станция. Эта телеметрия довольно-таки бюджетная, обошлась мне примерно за 22 доллара. Далее я заказал дополнительный пульта управления. Далее я заказал дополнительную антенну для передающей станции, будем сравнивать также со штатной антенной, кто дальше будет бить на расстояние. Ну и также идут к нему два кабеля, которые у нас предназначены для PIX Havka, а другой для APM 2.6 либо 2.8. Также я прикупил комплект болтиковый гаек, вот такой коробочки они ко мне пришли, их довольно-таки много, разных размеров. Коробка ко мне пришла побитой, но к счастью все хорошо, все на месте. Они нам тоже также пригодятся для постройки квадрокоптера. Амортизирующая платформа для нашего полетного контроллера состоит из двух пластинок и наклеена на них двухсторонняя лента. Ну и приступим к самому обзору полетного контроллера. Это у нас PIX Havka 2.4.8. Раньше думал, что буду строить квадрокоптер на процессоре APM 2.6.8. Но так как посмотрел обзоры на ютюбе и многие имеют проблемы с ним, то решил купить PIX Havka, у которого проблем особо нет. Этот полетный контроллер у нас это не оригинал, это копия китайская, но он тоже имеет 32-битный процессор, так что, думаю, проблем с ним не должно быть. Ну и закрепим полетный контроллер на амортизирующей платформе. И дополнительно в комплекте у нас еще идет бузер, кнопка, всякие коннекторы, также адаптер для флешки. Флешка, я думаю, подойдет приблизительно 4 гигабайта, думаю, с головой хватит. Следующее у нас это зарядное устройство IMAX B6 с мощностью на 80 Вт. Заряжать может множество аккумуляторов, видите, спецификации на коробке. Максимальный ток заряда у него 6 А. Также можно заряжать элементы 18650. Теперь давайте распакуем. Ко мне она пришла в синем цвете. Это у нас бюджетное зарядное устройство. Можно заряжать либо полимерные аккумуляторы до 6 С. Для этого тока 6 А. Она полностью металлическая. Видим два силовых коннектора, черный и красный. Также 6 балансира у нас для 6 С аккумуляторов. С другой стороны у нас можно подключить термодатчик. И так же подключение питания. Также в комплекте идет множество разных переходников, коннекторов. Что это очень большой плюс. Также в комплекте у нас имеется небольшая инструкция на английском языке. Ссылки где можно купить данные товары я оставлю под этим видео. Также не забывайте, что можно экономить сервисом Letyshops. Ну а у меня на сегодня все. В следующем видео мы продолжим нашу сборку квадрокоптера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и желаю всем добра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.